Всем привет, ребят! С вами снова Диана, и сегодня я буду снимать для вас новый пизод Q&A. Это видео, в котором я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете в АСК с хэштегом Q&A. И сегодня я снимаю... Прошу прощения. Сегодня я снимаю у себя в школе на крыше. Тут есть несколько столов, и мы тут обычно уже не сидим, но я вчера не смогла просто всё это сделать-сделать, поэтому решила, что буду работать даже в школе. Так что да, давайте начнём. Сегодня очень жарко на улице, а ещё солнце светит, поэтому я жмурюсь очень сильно, и у меня глаза ещё... точнее, разрос глаз ещё уже, чем есть на самом деле, так что надеюсь, вы не против. Первое. Если бы тебе предложили из Пасана переехать в Сеул, ты бы переехала? Скажу, что я очень люблю Сеул. Кто не знает, я раньше, до того, как я переехала в Корею, я часто ездила в Сеул отдыхать с родителями, и я его очень люблю, замечательный город, когда стараюсь ездить раз в месяц точно, потому что настолько это мой город, в том плане, что он такой живой, и там очень много людей, и из этих изданий я очень люблю, поэтому... С одной стороны, да, я бы переехала, но практически я заканчиваю сейчас школу, у меня последний год остался, следующий год, так что для меня это просто не нужно. Так что нет, наверное. Какие тебе нравятся кип-оп-группы, кроме Суджу? Если кто не знает, Супер Джуниор. Почему вы не знаете эту группу? Я очень люблю их, но... Вообще, моей всегда любовью была Биг Бен, но я не знаю, почему-то я забросила все это делать, теперь они опять не очень нравятся. Еще мне очень нравятся BTS, Бан Тан Сон Йон Дан, в общем, да, Биг Бен, Бан Тан Сон Йон Дан и Суджу. Лан Лав. Следующий вопрос. Интересуешься ли ты кип-оп новостями? Если честно, нет. Раньше я была подписана на безумное количество разных групп, посвященных Суджу, BTS и так далее, так далее. Но в последнее время у меня просто нет на это времени много, поэтому... Нет, все, что я узнаю, в принципе, живя в Корее, мне этого хватает, потому что просто везде, на каждом углу люди разговаривают об этом, так что я информатирована, в принципе. Следующий вопрос. Какие твои любимые американские группы? Честно, я очень люблю соло-артистов американских, но если бы мне сказали выбрать группу, я бы сказала, наверное, Fifth Harmony. И... Все, наверное. Не знаю. Следующий вопрос. Какие произведения из программы Школьной литературы тебе запомнят больше всего? Ребята, Великий Гэтсби. В прошлом году я читала Великий Гэтсби на уроке литературы нашей, и я настолько засела в мне эта книжка, потому что она настолько реальная, и там вот настоящие проблемы показаны, какие люди мы с вами плохие все-таки, и какая жизнь она несправедливая штука. Так что Великий Гэтсби, если вы не читали, обязательно посчитайте. И пока, наверное, из всех моих книжек, которые я читала для школы, это самое мое любимое. Есть еще, конечно, безумное количество, но вот это мое самое любимое. Великий Гэтсби. Как ты собираешься по утрам? Честно, я настолько обленилась, потому что я живу, школу, практически недалеко, в принципе, мне идти тут 10-15 минут. Но по желанию я могу поехать на такси, которое займет на мне 5 минут. Поэтому я, зная все это в голове, когда присыпаюсь, понимаю, что «Диана, ты можешь сесть на такси и приехать в школу». Потом я натренировалась, вытрессировала саму себя, собираться за 5 елки-палки минут и быть в школе. Допустим, мне нужно быть в школе в 8.30, я могу выйти из дома в 8.20. Это ненормально, я знаю. Но если я хочу собраться и выглядеть презентабельно в школе, что обычно я не делаю, отлично, ты начал работать кондиционер, теперь у меня будет плохо слышно, но не важно. Если я хочу выглядеть презентабельно в школе, то мне нужно 20 минут так собраться, нормальненько, это как бы без покушать и без этого всего, просто вот умыться, сесть, накраситься, одеться. А если вообще морнин рутин, моя утренняя рутина, то 40 минут, чтобы выглядеть презентабельно, и 15-10 минут, чтобы так, просто вышел из кровати, перекусил и побежал в школу. «Ты кушаешь всякие корейские вкусняшки, типа разных вкусов киткаков, печенек, оле и так далее?» Да, но опять-таки, если вы смотрите мои 10-минутные влоги в ВКонтакте, которые я выставляю в своей группе, то вы знаете, что я недавно села на диету, потому что у меня мама приехала, я решила сидеть за собой так-то, так что я сейчас стараюсь ничего не есть, но вообще, если кто не знает, есть традиционная такая вот еда, она называется ток. Я не знаю, я не знаю, как это мама говорит, а мама называет его корейским хлебом, но я не знаю, как это правда, и из всех, наверное, сладостей, которые можно купить в магазине, вот ток или что-то, поставлю вам фотографию, это просто моя самая любимая вкусняшка. Я ее сейчас с утра ем, очень много наедаюсь, и потом, чтобы вечерка, ничего такого. И последний вопрос на сегодня, какое было твое первое слово? Я очень интересный человек, мое первое слово было «мама», но вообще, интересный факт немножко такой, если кто не знает, у меня есть младший брат, и мы сейчас, так, не 17, ему в этом году 8. Значит, его первое слово было «Диана», и не знаю, на тот момент в комнате была «я» и «мама», как бы мама тоже услышала, что он сказал, но я не знаю, было это просто там «ня-ня-ня», и я услышала «Диана», или он на самом деле так сказал. Но я хочу верить, что он на самом деле сказал «Диана», потому что я его очень сильно люблю, и по сей день мы очень хорошо общаемся всегда, и несмотря на нашу разницу в возрасте, несмотря на то, что я живу тут, он там, мы с ним очень часто проводим время, когда он приезжает, так что да. Это были все вопросы на сегодня, и прошу прощения за мои присуненные глаза на протяжении двух видео, мне кажется, вы, наверное, подумали даже, что я их закрыла, но на самом деле нет. Очень жарко на улице, я пойду сейчас быстро-быстро, в школу, потому что я умираю, не могу, семь потов с меня стекает. В общем, если вы хотите задать мне вопросы, и хотите, чтобы я на них ответила в таком вот видео, которое я выставляю каждый месяц 15-го числа, если вы не заметили еще, то, пожалуйста, напишите мне вас с хэштегом Q&A. Все очень-очень просто, как бы много лишнего не надо делать, просто написать, кликнуть на ссылку, написать и написать хэштег к себе на них, все. Еще я немножко приболела, если вы не слышите по моему голосу, поэтому не знаю, будет ли видео на этой неделе на выходных, но я очень-очень постараюсь. Вас всех очень-очень люблю, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok